Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Далвир, фамилия Майша Киржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И есть такой широко распространенный, известный термин как хатха-йога. Что же вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин хатха-йога? Итак, хатха-йога. Это просто последовательность упражнений системы физического развития. Считается, что она может привести человека к ментальному или духовному совершенству. Или к чему-то там еще. Но в действительности она имеет дело лишь с положениями тела и поэтому не может рассматриваться серьезно. Следует запомнить, что подлинные мастера оккультизма, настоящие адепты, никогда не занимаются никакими хатха-йогами. Те, кто занимается подобными штучками, утверждают, что хатха подразумевает звук выдыхаемого воздуха. Тогда как тха-звук выдыхаемого. По-настоящему продвинутый человек не занимается никакими цирковыми выкрутасами, если он, конечно, не работает в цирке. Дело в том, что эти, по сути, бессмысленные упражнения отвлекают внимание от более важных задач, таких как духовное развитие и помощь другим. Те, кто практикуют подобные упражнения, имеют лишь очень раздутое самомнение, однако это значит всего лишь, что они сами почти не развиты духовно. Несомненно, существуют системы йоги, нацелены на достижение духовного совершенства. Однако хатха-йога к ним не относится. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики. Это термин хатха-йога. И такой юмористический он подходом относится к этому. И я разделяю это мнение, потому что хатха-йогой лично я никогда не занимался. На этом до свидания, до новых встреч.